Всем привет, друзья! Меня зовут Сергей и вы находитесь на канале Гитармани. И сегодня мы с вами разберем 4 причины нестроевича. Итак, первая причина, которая может быть, это банально ненастроенная гитара. То есть вы берете метроном, настраиваете по нему, кто-то вот так еле-еле дергает струны, кто-то дергает струны сильнее, когда настраивает гитару, все по-разному. Но после того, как вы настроили гитару по метроному, надо пройтись по каким-то контрольным точкам и на слух послушать, строит гитара или нет. Потому что на самом деле гитара это условно строящий инструмент, поэтому надо проверять. Вторая причина это глубокая загрузка медиатора. Примерно вот так должно звучать, а если медиатор грузим сильнее, то он не успевает пройти в струну и начинает ее оттягивать. При этом струна начинает высеть. И получается, что на какой-то момент атаки струны у вас гитара не строит, но очень быстро она начинает опять строить и получается такой зуб. Бам, бам, бам. Это ненормально, такого быть не должно. Должно быть как во время удара, так и после удара четкий ровный звук. Возможно, у меня тоже пара... Пару не строящих проскочило, но надо за собой следить, чтобы их не было. Третья причина это пережим. Им страдают все начинающие гитаристы. И это на самом деле нормально, потому что гитарист, когда начинает играть, начинающий, он пытается очень сильно струну нажимать. И если мы пережимаем струну, то она начинает высеть. Например, даже если мы возьмем гитару Gibson, у нее, как мне кажется, самые низкие лады, какие могут быть, но... Вы слышите, я струну не оттягиваю, ничего с ней не делаю. Я просто на нее нажимаю сильнее и слабее. То есть вот так мы должны нажимать. А если пережать, получается вот такая вещь. И когда мы берем квинту, если мы пережимаем струну, гитара банально не строит. Получается вот такая страшная штука. На самом деле для новичка пережимы это нормально. Надо просто учиться дальше, пройти этот момент, и потом вы сами будете контролировать усилие нажатия на струну. Ну и четвертая причина – это оттягивание струны. На самом деле, когда я начал заниматься с преподавателем, он мне сразу сказал, смотри, струну ты оттягиваешь. То есть я играл ему вот эту штуку. И получалось, что когда я зажимал струну, я их тупо оттягиваю. Я сейчас показываю утрированно. Но это происходило так. За этим тоже на самом деле нужно очень следить. Нужно играть либо на камеру, но лучше всего просто сесть напротив зеркала и смотреть, как у вас это получается. То есть струну оттягивать не нужно. Если вы будете оттягивать струну, естественно, гитара не будет строить. Итак, первое – это банально нужно нормально настроить гитару. Второе – это нужно следить за загрузкой своего медиатора. Сильно грузить медиатор не нужно. Струну он должен проходить резко и быстро. Третье – не нужно пережимать струны. И четвертое – струны не нужно оттягивать. Если у вас есть с этим проблемы, конечно же, сразу вы от них не избавитесь. За этим нужно будет постоянно следить. И пройдет приличное количество времени, прежде чем вы на автомате будете играть так, как нужно. Но, когда у вас начнет это получаться, вы это почувствуете, вы испытаете неимоверное удовольствие от того, что у вас это получается, и желание заниматься на электрогитаре будет только расти. Это понятно, что каждый раз может не получаться. Нестроевичи могут проскакивать даже у топовых гитаристов. Все-таки такого быть не должно, и за этим нужно следить. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нас ждет много всего интересного. Подписывайтесь на мою страничку в инстаграме. Ссылочка будет в описании под этим видео. Ну, а меня зовут Сергей, и это канал Guitar Mania. Всем позитивного настроения. До встречи на ютубе.